Из права мусульмана на своего брата мусульмана посещать, когда он болит. Посещать, им нужно это делать многократно. Однако надо посещать соответствующее время. Не надо это делать, чтобы это было поздно, или когда он принимает лекарства, или когда его посещают близкие. Не надо долго очень сидеть у него. Не надо говорить о смерти. Или говорить о том, что кто-то из людей болел такой же болезнью и потом умер. Если мы увидим в нем признаки смерти, желательным является внушать ему слова. Однако это надо делать мягко. Трижды это делать. Все, если он принял, в противном случае оставить его пока. Потом еще раз повторить. Если мы уже будем убеждены, что он действительно умер, надо размягчить его органы. Закрыть ему глаза. И прикрыть его рот, допустим, даже можно использовать какой-то вид материи. Его надо помыть. Завернуть. И потом помолиться за него, молитву джаназа совершить. Если умерший мужчина, то имам при совершении молитвы джаназа стоит около головы умершего. Если же это женщина, то посередине. Говорит слова Аллаху Акбар. Говорит истиазу. Говорит бисмилля. И читает сур-у Фатиха. Потом говорит Амин. Потом говорит Аллаху Акбар. И произносит тот салават, который он произносит во время молитвы. Потом говорит еще раз Аллаху Акбар. И делает дуа за умершего. Лучше всего говорить те дуа, которые говорил Пророк, салават Алисалям. Потом опять делает такбир. Потом делает салам либо на правую сторону только, либо же на правую, на левую. Потом этого человека обязательно надо похоронить. После того, как они его похоронят, поворачивается в сторону Кибли. И этот человек, каждый из них, делает дуа за него. Да, укрепит Всевышний Аллаху Акбар на этом и на том свете.